Гниют ли китайские автомобили? В этом видео мы решили раз и навсегда ответить на этот вопрос. В этом видео вы узнаете все тонкости по уходу за кузовом китайского автомобиля и мы ответим на вопрос, так ли страшна коррозия, как о ней говорят. Ну что, поехали! С уходом привычных нам европейских и японских марок их место на данный момент начали занимать китайцы. Модели Cherry, Havail, Geely, Tank и так далее. То есть они закрывают весь спектр, что по цене, что по оснащению, что, можно даже сказать, по качеству. И заменяют весьма неплохо. Топ-10 продаж в России и в Беларуси занимают именно китайцы. Практически все строчки. Почему так происходит? А потому что другого выбора нет. Топ-продаж китайских автомобилей за последний месяц – это Havail Julian и Gillimanjaro. А в России две первых строчки занимают Lada Vesta и Lada Grand. А почему? А потому что низкая цена и отсутствие предложений по седанам от китайских марок. Все-таки намного большим спросом пользуются китайские кроссоверы. Я уверен, что наши зрители знают и понимают, что китайские автомобили закрывают все рыночные ниши и предлагают огромное разнообразие автомобилей. То есть китайские автомобили нам заменили практически всё. Естественно, за любыми китайскими автомобилями тянется шлейф стереотипов. Мол, они ломаются, разваливаются прямо в салоне, не доезжают до СТО, превращаются в кирпичи, ржавеют в труху и так далее. Но заметим, что тех людей, которые уже не верят в эти стереотипы, становится больше, чем тех людей, которые сомневаются в китайских автомобилях. Сегодня мы рассмотрим другой вопрос, который нас волнует и вызывает сомнения. Гниют ли китайские автомобили? То есть мы рассмотрим вопрос о коррозии. Или же это байки диванных экспертов, которые не могут привыкнуть к теперешним реалиям. И тут мы сразу скажем, что кузова китайских автомобилей слабенько защищены от коррозии, а именно коррозионная стойкость металла действительно плохая. И вот в тех местах, где повреждён грузд и краска, сразу же начинается коррозия. С нами вы точно согласитесь, что ржавый, а точнее быстро корродирующий кузов – это хуже, чем задранный двигатель и пинающийся в предсмертных муках АКПП. Почему? Потому что перекрашивать и ремонтировать кузовные детали – это дорого и зачастую на пару лет. Естественно, быстрее всего тема с коррозией китайских автомобилей начинается в регионах с влажными зимами, то есть в суровых условиях. Там очень много песка и реагентов, которые приводят кузов буквально любого автомобиля в неряшливый вид. Но это делает коррозия, а не реагенты. Реагенты являются лишь катализатором этого процесса. Ну а теперь давайте перейдём от теории к практике и рассмотрим кузова нескольких китайских автомобилей. Погнали! Точка зрения, что китайские автомобили ржавеют и делают это очень быстро, не беспочвенно. И здесь у нас яркий пример. Geely M Grand X7 2014 года, 2015 года эксплуатации, пробег 150 тысяч километров. Без крупных планов вы видите, что ситуация здесь так себе. Так это при том, что эту машину ещё подмазывали и подкрашивали. Как говорит сам владелец, на третий месяц эксплуатации жуки начали лезть вот отсюда. А это уже вторая или третья серия вот этих жуков. Владелец уже на третий месяц понял, что машина будет ржаветь и сделал антикор днище. А вот эти вот места, как вы понимаете, не антикорятся. И через 3-4 месяца жуки полезли и здесь. Во что это вылилось, вы прямо сейчас видите. Владелец несколько раз боролся с коррозией. Вы видите, что подкрашивал это всё неоднократно, но она всё равно лезет. На правой стороне угол двери вваривался, плюс вваривалась вот эта вот часть колёсной арки. Вот эти вот места возле ручек тоже неоднократно подкрашивались, а здесь даже видно сквозное отверстие. И всё это попахивает нарушением технологии окраски кузова. То есть, скорее всего, металл был плохо подготовлен для окраски в заводских условиях. Ну что, состояние днища предсказуемое. Все элементы буквально поражены коррозией, но у этой машины была антикоррозийная обработка. И дело в том, что вот эти вот места, они поражены коррозией, которая пескоструется. Но о трухлявой коррозии здесь речи не идёт. И действительно, антикор помогает. И делать его надо сразу в начале, как это сделал владелец при покупке автомобиля. Ну что, действительно, китайские автомобили десятилетней и более давности, что черри, что джили, что лифан имеют проблемы с коррозией, то есть имеют проблемы с качеством металла и с качеством покраски кузова. И, кстати, вот этот вот экземплярчик, кого интересует, продаётся. Ссылочка будет в описании к этому ролику. По вот этой конкретной машине видно, где проблемы в китайских кузовах. Всё, что здесь покрыто рыжим, вот туда обращайте внимание перед покупкой автомобиля. Следующий наш экземпляр – джили М-Грант, полуторагодовалый из такси. То есть самый сок с пробегом 92 000 км. Итак, смотрим. Первое, на что хотелось бы обратить внимание – это под капотом. Здесь есть два места – вот это и вот это. Изначально машина пришла со ржавчиной в этих местах, и владельцы просто запшикали эти места даже не антикоррозийным составом, а просто медной смазкой. И ржавчина дальше не пошла. Обратите внимание на проушину замка капота и вот это место вокруг неё. Тут тоже ничего не рыжеет. Обычно вот в эти вот места забивается много соли и реагентов, и это всё со временем окисляется и рыжеет. Вот видите, мы открутили этот упор, и здесь видно, что сюда забивались реагенты, и краска здесь не отшелушивается, и ничего здесь не рыжеет. Ну а теперь посмотрим на лицевую часть капота. Здесь есть вздутие, и такое ощущение, что это всё идёт изнутри. Сколов здесь нет. Также на капоте есть ещё сколы краски, но давайте заметим, что вот эти сколы краски не рыжеют. Ещё обратим внимание на передний край панели крыши. Отметим, что этот автомобиль эксплуатируется в городском такси, и камни сюда не долетают. Ржавчины, естественно, нет. Что бы было, если бы эксплуатировался автомобиль по трассе, неизвестно. Такого автомобиля пока мы не нашли. Ну а теперь обратим внимание на вот этот вот правый декоративный хромированный элемент. Как мы видим, после эксплуатации двух ZIM он потерял нарядный внешний вид. То есть хромированный слой здесь слез. А если посмотреть на решётку и на губу, то с ними всё в порядке. Ну и так как в Беларуси брызговики не модны, то мы сталкиваемся за последние полгода вот с такой ситуацией. То есть всё здесь пескоструется, краска отлазит. Но заметьте, что кромки колёсных арок не от пескоструйны. Здесь до сих пор заводское лакокрасочное покрытие. Та же самая ситуация на задней арке. Обратите внимание на вот этот вот скол. Грунт не пробит. Далее обратите внимание на вот эту вот пластиковую панель. Во многих машинах она примыкает к крышке багажника, протирает краску. И отсюда со временем рыжие вот такие появляются подтёки. Здесь, как мы видим, никаких подтёков нет. По днищу я пробежался, но ничего страшного здесь нет. Классически первой от коррозии страдает выхлопная система. Вот в местах одного крепления также вот этот фланец. Ну и передний фланец тоже. Ну а под днищу всё стандартно. В первую очередь страдают места без заводского антигравийного покрытия, а также те места, которые больше всего пескоструятся. Ну и здесь мы видим начальную стадию коррозии, но на 1200, я думаю, хватит. Ну а сейчас расскажем про детали, которые мало кого волнуют. Подрамник он окрашен, и здесь у нас ситуация очень даже ничего. Посмотрите на поддон. Поддон заводской краски. Помним, что у Mazda поддон может заржаветь, вернее проржаветь насквозь. Здесь у нас пока ситуация приличная. И ещё мы нашли пару вспучиваний на задней двери и на передней. Такие же вспучивания, как на капоте. В общем, если через год это всё расцветёт, то придётся эти ромашки перекрашивать. Также вот здесь ещё был контакт с бордюром, но ничего здесь не ржавеет. Ну а теперь резюмируем. Ничего криминального мы в этом автомобиле не видим. Единственное, что нас напрягают вот эти вот вспучивания, которые, может быть, придётся перекрашивать. Скорее всего, это огрехи производства. Кстати, мы ещё не упомянули, что этот автомобиль именно из Китая. Ну а следующий горячий пирожок наш – это Lefan X70 2018 года с пробегом 108 тысяч километров. И сразу же на капоте мы видим обилие сколов. Причём сколы нескольких типов. Итак, первые сколы – это те, которые подмазывал владелец лаком. Другие сколы – это которые рыжеющие. Третьи сколы – это совсем свежие, которые ещё не рыжеют. И есть местами вспучивание краски. Далее смотрим, что хромированные детали не пострадали, то есть выглядят они нарядно. И ещё упомянем, просто очень бросается в глаза, что слезает лак с фары. В силу аэродинамики и выпуклых крыльев здесь мы видим сколы. Соответственно, сколы вот эти вот рыжеют. Далее идёт вспучивание краски. Вот такие вот жучки, которые идут изнутри. Если смотреть на панель крыши, переднюю панель крыши, то здесь тоже мы видим сколы. Далее идём по боковине. Скол, 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 жук, скол. И вообще совершенно свежие сколы вот здесь, на задней двери. По колёсным аркам видимых замечаний нет. Состояние правого бока точно такое же, как и левое. То есть, в разной степени такое же количество сколов и жучков. Никаких подтёков ржавчины под вот этой хромированной накладкой мы не видим. То есть она не протирает краску до металла. И низ багажной двери тоже без замечаний. Единственное, что вот ржавые болты. Как обычно, первой страдает выхлопная система. Видим ржавчину на соединениях. Видим, естественно, ржавые рычаги. Но это абсолютно нормально. Они ржавые практически на любом автомобиле. Также вот в этих местах мы видим коррозию, но она не трухлявая. Это нормально, потому что здесь постоянно, так скажем, работает абразив. Ну и всё днище вот этого автомобиля обработано антикоррозийкой. Как мы видим, это сохранило днище в достаточно хорошем состоянии, если, естественно, нет коррозии поверх этого состава. Ну и кого интересует на данный момент вот этот экземпляр продаётся. Ссылочки в описании к этому ролику. Внимание объявление! Дружный коллектив «Титан Моторс» расширяется и набирает сотрудников. Все контакты в описании к этому ролику. Ну что, можно ли защитить от коррозии то, что не защищено? Можно, но только делать это надо сразу. То есть, как только купили китайский автомобиль, едем его не замачивать, а в центр антикоррозийной обработки. Запомните, что наносить мастичный битумный антикоррозийный состав нужно сразу, пока ржавчина не появилась. Потому что под этим покрытием ржавчина растёт как грибы. Уж поверьте, и технология вот эта должна быть соблюдена. Однако мастикой вы не защитите внутренней полости кузова, то есть внутренней полости порогов, крыльев, дверей, ну и капота. И тут в дело вступают масляные составы. Они легко задуваются во внутренней полости. Да, они не образуют прочной плёнки, но в местах, где нет абразива, этого и не надо. Эта плёнка даже защищает электрические разъёмы и отталкивает влагу. Да, она смывается и обрабатывать, например, можно ей и днище тоже, но раз в год. Потому что вот это просто покрытие снизу на днище смывается, а во внутренних полостях она остаётся. Однако, благодаря ингибиторам коррозии масляный состав способен останавливать коррозию. То есть этот состав применим как к новым кузовам, так и к старым, с большим обилием очагов коррозии. Ну что, ни для кого не секрет, что большинство продавцов китайских автомобилей, как официальные дилеры, так и серые импортеры, советуют сразу же после покупки обрабатывать автомобиль антикоррозийкой. Ну вот, что мы сегодня увидели. Выводы делайте сами, пишите их в комментариях. С вами была компания «АвтоСтронг» и желаем вам меньше ржавчины и жуков. Пока!